Слава нашему Господу Дорогие братья и сестры, мы знаем нашего Господа со стороны любви. Мы знаем, насколько Он милостив к нам, насколько Он любит людей. Но вы знаете, с этой стороны очень много говорится о Господе Боге. Очень часто говорится, насколько Бог любвеобильный. Очень часто говорится о любви Божьей. Но очень мало говорится о строгости Божьей. Сегодня я хотел бы с вами поговорить о другой стороне Бога. Я так и назвал свою проповедь «Другая сторона Бога». Вы знаете, братья и сестры, что насколько Бог любит человека настолько сильно, настолько же Он и справедлив к человеку. Первое местописание я буду читать. Это будет Иова, 35 глава. Здесь молодой муж, Елеуй, говорит такие слова. Первую часть его слов я буду читать в начале проповеди, и в конце проповеди, как итог, я прочитаю вторую часть его слов. И продолжал Елеуй и сказал, считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал, что пользы мне и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я грешил. Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри. Возри на облака, а не выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты, и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопьют. Но никто не говорит, где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных. Там они вопьют, и он не отвечает им по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд пред ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои, и безрассудно расточает слова. Это главная мысль, дорогие братья и сестры. Как часто мы можем легкомысленно говорить, как только что говорил брат о словах. Как часто мы можем легкомысленно поступать. Но мы все с вами еще живы и находимся на всем месте, потому что гнев Господа, как здесь говорится, ныне, потому что гнев его не постиг его, и он не познал его во всей строгости. Мы еще, по милости Божией, не познали гнев во всей строгости. Потому и часто человек позволяет себе говорить лишнего. Потому и часто человек позволяет себе делать лишнее. Потому что не знает и не познал во всей строгости гнев Божий. Но у нас оставлены в Священном Писании очень много примеров, где Бог во всей строгости спрашивал. Следующее местописание – это 2 Петра. 2 глава, с 4 стиха. Петр говорит такие слова. «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел поток на мир нечестивых, и если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота утомленного обращения между людьми неистово развратными избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силою, и не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Здесь главная мысль Петра звучит так. Если Господь не пощадил Содом и Гоморру, если Господь не пощадил тот первый мир, если Господь не пощадил ангелов, то пощадит ли он тебя? И этот вопрос звучит сегодня к нам. Следующее место Писания – это числа. Это будет три главы, череда событий. Первое место – это числа 15 глава, 32 стих. Здесь речь идет о человеке, которого поймали за тем, что он собирал дрова в день субботний. И мы видим, что произошло, что говорят эти события. 15 глава числа, 32 стих. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собирающего дрова в день субботы, и перевели его, нашедшие его, собиравшим дрова в день субботы, к Моисею и Арону и ко всему обществу сынов Израилевых, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, «Должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана, и вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею». Мы видим, что, дорогие братья и сестры, этому человеку не повезло. Мы видим, что он попадает под справедливый гнев Божий. Когда они нашли его, собиравшим дрова в день субботний, и они не знали, что делать, и не привели к Моисею, Господь сказал побить его камнями. Дорогие друзья, братья и сестры, как часто мы нарушаем день субботний. Но потому что Господь не познал справедливость и гнев, во всей строгости мы еще находимся на всем месте. Следующее место Писания – это числа, 14 глава. Вы помните тот случай, когда десять соглядатых ходили высматривать землю, и когда они пришли и сказали, что там живут рослые люди, великаны, то все общество, оно испугалось. И мы видим, что оно подняло вопль. Это 14 глава числа, и говорится такие слова. «И подняло все общество вопль, и плакал народ в ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы. И все общество сказало им, о, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей, и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча, жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет? И сказали друг другу, поставим себе начальника и возвратимся в Египет. И пали Моисея и Аарона лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых». Мы видим, что ропот всего общества Израилева приходит на Моисея и Аарона. Я представляю себе эту картину, когда все общество собралось, и ропщат на Моисея и Аарона, и говорят, куда вы нас привели, если бы лучше бы мы умерли в пустыне, и дети наши выберем себе другого начальника. И пред всем этим обществом Моисей падает на колени. Падает на колени, падает лиц на лицо свое. Какая кротость у этого человека. Далее мы видим, что Иисус Навин и Халев раздирают свои одежды и говорят, что мы сильны, мы можем победить этот народ, не бойтесь, потому что Господь с нами. Но народ говорит, И сказала все общество, 10 стих, побить их камнями. Они собрались побить камнями Моисея и Аарона. Но дальше Господь вступается. Но слава Господне явилась в облаке, в скине собрания, всем сынам Израилевым. И сказал Господь Моисею, доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне, при всех знамениях, которые делал я среди его, поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его. Мы видим гнев Господа на народ. Он собирается истребить весь народ и оставить только Моисея и Аарона. Но Моисей вступается за народ и говорит, чтобы другие народы и египтяне не говорили, что ты вывел их на погибель. И он молит Господа, чтобы пощадил этот народ. И сказал Господь Моисею, прощаю по слову Твоему, прощаю по слову Твоему. Слава Господу, что Моисей вступился за народ. И далее с 26 стиха. Господь говорит такие слова. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Доколи злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которыми они ропщут на меня, я слышу. Скажи им, живу я, говорит Господь. Как говорили вслух мне, так и сделаю вам». Только что читалось этого места. А как они говорили? Что они говорили, братья и сестры? Они говорили страшные слова. «О, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей». Далее Господь говорит. «В пустыне сей падут тела ваши, и все вы, исчисленные, сколько вас числом, а двадцати лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, поднимая руку мою, клялся, поселить вас, кроме Халева, сына Ифонина, и Иисуса, сына Навина, детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я веду туда, и они узнают землю, которую вы презрели. А ваши трупы падут в пустыне сей, а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне. По числу сорока дней, которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным мною. Я, Господь, говорю, и так сделаю со всем всем злым обществом, и восставшим против меня в пустыне сей, все они погибнут и перемрут. И сказал Моисей из 39 стиха, слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился. Страшные слова, страшный суд от Господа Бога. Он говорит им, что за то, что вы роптали, вы пойдете в пустыню, и все ваши тела умрут в этой пустыне. Вы не увидите землю обетованную. Дорогие братья и сестры, как часто мы ропщим пред Господом Богом, как часто мы недовольны своей жизнью. Страшно попасть в руки Бога живого. Далее мы видим, что народ сильно опечалился, и, став рано поутру, пошли на вершину горы, говоря, вот мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили. Моисей сказал, для чего вы приступаете по велению Господне? Это будет безуспешно. Не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши, ибо амалекитяне и хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа. Но они дерзнули подняться на вершину горы. Ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана. И сошли амалекитяне и хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до хормы, и возвратились в стан. Уже ничего нельзя было изменить. Мы видим, что они опечалились, и, встав рано поутру, решили идти. Вот мы пойдем на то место, которое сказал Господь, ибо мы согрешили. Они поняли свою ошибку. Хотели что-то изменить, что-то исправить, но уже было поздно. Моисей говорит, не ходите, потому что с вами нету Господа Бога. Следующее место Писания. Это 16 глава. Это возмущение Корея, Дафана и Аверона. Это было две группы людей. Одна группа – это сыны Корея, сыны из колена Левина. Другая группа – это Дафан и Аверон, это сыны из колена Рувимова. Эти две группы и 250 человек, написано, что люди, общество, люди именитые, собрались против Моисея и Арона. Корей пришел с этими людьми и говорят, полно вам, все общество свято. И мы видим, что Моисей, он падает ниц на колени перед этим всем обществом, падает на колени на свое лицо в знак смирения. И вы знаете, дорогие братья и сестры, Моисей говорит, придите завтра, возьмите кадильницы, и завтра Господь решит между нами, кто правее или кто свят. И когда они на следующий день приходят, вначале он посылает, написано, и послал Моисей позвать Дафана и Аверона. И Дафан и Аверон говорят такие слова, это 16 глава, 12 стих. И они сказали, не пойдем, разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? И ты еще хочешь властвовать над нами? Перевел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? Глаза людей сих ты хочешь ослепить? Не пойдем. Они просто даже не удосужились прийти к Моисею. Они сказали, Дафан и Аверон, мы не пойдем, ты вывел нас из земли, где течет молоко и мед. Вы можете себе представить, в Египте, разве течет молоко и мед? В Египте они были рабами, но они говорят такие слова. Моисей, написано, весьма огорчился и сказал Господу, не обращай взора Твоего на приношение их. Я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них. Моисей вступается за них и говорит, не обращай внимания на них, на приношение их, на то, что они говорят. Мы видим, что приходит следующий день и собрал, 19 стих 16 главы, и собрал против них Корей все общество ко входу скиния собрания. Корей уже приводит на следующий день все общество израильского ко входу к скинии собрания. Все общество уже восстало. И когда они приходят к скинию собрания, явилась слава Господня всему обществу и сказал Господь Моисею и Арону, говоря, отделитесь от общества сего и я истреблю их во мгновение. Отделитесь от общества сего и я истреблю их во мгновение. Во второй раз Господь готов истребить весь народ во мгновение. Мы видим, что гнев Господа Бога и справедливость Его в полной мере здесь познана. Мы видим, что страшно впасть в руки Бога живого. И сказал Господь Моисею и Арону, отделитесь от общества сего, я истреблю их во мгновение. Они же пали на лица свои и сказали, Боже, Боже, духа всякой плоти, один человек согрешил и ты гневаешься на все общество. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи обществу, отступите со всех сторон от жилища Корея до Фана и Аверона. И стал Моисей и пошел к Дафану и Аверону и за ним пошли старейшины Израилевы. И сказал общество, отойдите от шастров нечестивых людей сих и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погубить вам, чтобы не погибнуть вам вместе во всех грехах их. И отошли они со всех сторон от жилища Корея до Фана и Аверона. А до Фана и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, с сыновьями своими, с малыми детьми своими. И сказал Моисей, сего узнаете, что Господь послал меня делать все, все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигают всех людей, то не Господь послал меня. А если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои, и поглотит их домы, их шатри, их и все, что у них, и они живые, сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии призрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, рассеялась земля под ними, и разверзла земля уста свои, и поглотила их домы, и всех людей кореевых, и все имущество, и сошли они со всем, что принадлежало им живые в преисподню, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества, и все израилетяне, которые были вокруг них, бежали, при их вопле, дабы говорили они, и нас не постигла земля, нас не поглотила земля, и вышел огонь от Господа, и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. Страшно впасть в руки Бога живого. Мы видим, дорогие братья и сестры, что Корей, Дафан и Аверон выступают против Моисея и против Господа. Все общество израильское настраивают против них, но Моисей вступается и говорит, ты хочешь все общество погубить ради этих людей. Тогда мы видим, что он говорит, отойдите от их жилища, народ отходит от их жилища, и возле палаток этих стоит Корей, Дафан и Аверон со всем своим имуществом, написано с детьми и с малыми детьми. И это наказание постигает не их одних, а постигает всю их семью. Дорогие мужи, дорогие братья, мы ответственны за наши семьи. Если мы грешим или делаем что-то неправедное, вся наша семья будет страдать из-за этого. Дети, жены, если Господь познает во всей строгости свой гнев и наведет на нас, никого не останется в живых. Да будем мы сильными. С Богом нельзя шутить, с Богом нельзя легкомысленно поступать. Следующее место Писание. Это евреи. Десятая глава с 28 стиха. «Если отверг жеся закона Моисеева при двух или трех свидетелей без милосердия наказывается смертью, так сколь тягчайшему думаете наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, которую освящен и духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога Живого. И действительно так, дорогие братья и сестры. Это сторона Бога, о которой мало говорится, но Бог справедлив. Бог Судья, страшно имя Его и страшно впасть Его в руки. Новый Завет, следующее местописание, это Деяние, пятая глава, со второго стиха. Мы знаем очень хорошо эту историю с этого места очень часто эта история читается. Это муж, некоторый муж Анания. Деяния, пятая глава с первого стиха. «Некоторый же муж именем Анания с женою своей Сапфирую, продав имение, утаил из цены сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было и приобретенное продажей, не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав все слова, Анания пал бездыханием и великий страх объял всех услышавших это. И встав, юноши приготовили его к погребению и вынеся похоронили. Мы видим это событие уже Нового Завета. Мы видим, что Петр говорит Анании, для чего ты допустил мысль солгать Духу Святому. Ты солгал не Духу Святому, ты солгал Богу. А если поставить себя на место Анании, вот мы, если быть откровенным и честным самим собою, мы можем солгать Богу, мы можем солгать Духу Святому. Если мы давали обещание служить Богу от чистой совести, если мы не держимся этого обещания, то мы можем погибнуть. Мы видим, что Ананию постигла такая участь, великий страх напал на всех них, это действительно страшно. Вы знаете, все мы находимся на всем месте, и все мы не пали только по двум причинам. Первая причина это то, что Господь во всей строгости не познал гнев свой. И вторая причина, кто-то заступается за нас, кто-то за нас заступается, потому что справедливость Божия говорит о том, что мы должны умереть. За детей заступаются родители. Вы помните, когда Господь поражал народ, и Аарон, Моисей сказал, возьми кадильницу и выступи, потому что идет поражение. И когда Аарон взял кадильницу и встал посреди, то поражение прекратилось. Кадильница эфемиам это прообраз молитвы. Мы должны молиться за детей своих, чтобы Господь не поразил их. Вы помним, что Иов приносил жертвы каждый год за всех детей своих и говорил, может быть, они согрешили в своих мыслях, может быть, они сказали что-то не так против Бога. Но и самое главное, кто вступается за нас все, дорогие братья и сестры, это Иисус Христос. Я вам приведу маленький пример, это пример из моей жизни. Когда у меня появились дети, я стал больше понимать характер Бога. Когда у нас есть дети, мы больше понимаем то, какой Бог на самом деле. убежали. Когда моя маленькая дочь, она не хотела убирать игрушки, я ей несколько раз говорил, но она наотрез отказывалась, я взял ремень, чтобы ее наказать. И когда я подходил и уже готов был ее наказать, старшая дочь подбежала и стала кричать, нет, нет, не трогай, не бей ее, я сама все уберу. И это меня остановило. И ко мне пришла мысль, что таким образом вступается Иисус Христос за меня. Я понял характер Бога. Если бы не было старшей дочери, если бы ее не было, если бы у меня был один ребенок, скорее всего, что я бы наказал бы. Но так как она вступилась, я не мог этого сделать. Что то внутри меня поменялось. Это нужно пережить. Вы знаете, когда справедливость Божия, она приходит к Господу Богу, когда Он хочет нас наказать, Иисус Христос приходит и говорит нет, я пострадаю вместо них, я понесу за них наказание. мы видим, что я старшую дочь, я ее не стал бить, но мы видим, что наказание Иисус Христос в полной мере понес за нас. Хотя это было сложно сделать, мне кажется, отцу. Если Бог будет управлять этим миром только справедливостью Своею, только жезлом строгости своей, то никого не останется в живых. Слава Господу, что есть Иисус, Который вступается за нас. Как итог, дорогие братья и сестры, я бы хотел прочитать Иова 36 главу. Это слова Елеоя. И если все вместе это собрать, все эти места событий, все эти примеры, которые Господь оставил в Священном Писании, мы видим, что нельзя легкомысленно относиться к тому, что мы говорим, к тем обещаниям, которые мы давали Господу Богу, нельзя просто легкомысленно идти против Бога. Потому что мы знаем, что Господь за все спросит. Мы знаем, что Бог действительно справедливый. Его сторона справедливости и строгости, она страшная. и если мы попадем под нее, то нам не миновать беды. Да поможет нам Бог. И лучше меня итог этой всей проповеди скажет Елеуй. И он говорит такие слова, это 36 глава с 1 стиха. И продолжал Елеуй и сказал, подожди меня немного, и я покажу тебе, что я имею еще, что сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость. Потому что слова мои точно не ложь пред тобою совершенной в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердца. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить Ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если вразумие, но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда Он заключает их вузы, поэтому душа их умирает в молодости и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его, и тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено осуждение близки, да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя, даст ли он какую цену твоему богатству, нет, ни золоту, ни какому сокровищу, не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте, берегись, не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию, Бог высок могуществом своим, и кто такой, как он наставник, кто укажет ему путь его, кто может сказать ты поступаешь несправедливо, помни о том, чтобы превозносить дела его, которые люди видят, все люди могут видеть их, и человек может усматривать их издали, вот Бог велик, и мы не можем познать его, число лет его неисследимо, он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем, из блоков каплюют и изливаются обильно на людей, кто может также постигнуть протяжение облаков и треск шатра его, вот он распространяет над ними свет свой и покрывает дно моря, оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии, он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей кого разить, треск ее дает знать о ней, скот также чувствует происходящее, и от всего трепещет сердце мое и подвиглась с места своего, слушайте, слушайте голос его, и гром исходящий из уст его, под всем небом рассекает его, и блистание его до краев земли. Да поможет нам Бог, чтобы мы действительно боялись Господа Бога, чтобы мы действительно знали, что Бог строгий, чтобы мы действительно понимали, какая милость великая, что Иисус Христос вступается за нас сегодня. Давайте сегодня, дорогие братья и сестры, поблагодарим Иисуса Христа за то, что Он вступился за нас, за то, что Он вступился за твои мои грехи, дорогой брат и сестра, за то, что мы еще находимся на всем месте, и что мы не пали бездыханным, как пал Анания. Да поможет нам Бог, слава Ему за все. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok